Здравствуйте, дорогие друзья! Я Илона, и я вас вновь приветствую на своем канале. Сегодня у нас с вами будет очень-очень интересная для многих тема. Мои зрители уже знают, что я работаю в Соединенных Штатах Америки в госпитале, я врач по профессии. И здесь работаю специалистом по альтеразвуку. Хотела вам рассказать о том, как же руководство госпиталя награждает своих работников. За хорошую работу, какие подарки нам дарят, какие бонусы нам предоставляются. В общем, это интересная для многих тема, и хотела бы сегодня вам об этом рассказать. Прежде всего, хотела бы отметить, что есть две категории наград. Одна категория награда за хорошую работу, когда вы сделали что-то такое, что вас специально отмечают. А вторая категория наград просто за то, что вы работаете в этом госпитале. За то, что вы прослужили определенное количество лет и так далее. То есть просто за то, что вы там есть. Во-первых, к определенным праздникам, к дням рождения. Или, например, есть неделя радиологи. Например, имиджинг департмент – это департмент, который занимается ультразвуком. Всеми видами радиологических исследований – ультразвук, ядерно-магниторезонанс, компьютерная томография, рентген, нуклеарная медицина. Это считается радиологи департмент. И если, например, неделя, которая празднует сотрудников этого отдела, то всем сотрудникам этого отдела дается определенное количество бонусов. То есть это HCA, там, где я работаю, это огромная корпорация по всей Америке. И только в нашем штате более пяти госпиталей. А по всей Америке это огромная корпорация. Поэтому, соответственно, все происходит на уровне корпорации. Так вот, они дают определенное количество баллов просто за какие-то недели празднования, затем дается за ваш день рождения, затем даются баллы на некоторые праздники. И вы набираете баллы, и есть веб-сайт, к которому у вас есть доступ. И когда вы набираете определенное количество баллов, вы можете их перевести в подарки. Значит, на каждое количество баллов идет перечень подарков, целый лист этих подарков. И вы смотрите, сколько баллов вы набрали. Вы можете выбрать себе подарок, взять этот подарок, вам пошлют этот подарок по вашему адресу. Предположим, у вас сколько-то баллов еще осталось, вы можете их оставить, потом набрать еще, еще раз взять подарок и так далее. Вторая категория бонусов идет, если вас, предположим, ваш менеджер отметил, или коллега написал, или просто какой-то работник госпиталя решил сказать, что вот как вы хорошо себя проявили, или как вы хорошо отнеслись к пациенту, или как вы хорошо общаетесь с коллегами и так далее. Вот, например, мне мой непосредственный менеджер писала, рекогнишн это называется, то есть она написала, что Илона, вот она в таком-то месяце очень помогла, она взяла дополнительные шифты и выходные, и ночи, потому что у нас было мало сотрудников. И чтобы помочь ситуации, чтобы всегда был человек в госпитале, вот она на себя очень много работы взяла, и я ей пишу рекогнишн за это, соответственно, мне дают баллы. Или там, предположим, коллега написала про меня, что вот пришла, очень хорошо общалась с пациентом, и мне дают баллы. Притом я могу об этом совершенно не знать, то есть с вами поговорят, а потом вот в этой системе, в компьютере, в компьютере напишут на вас рекогнишн, и вам дают баллы. Вот такой вариант есть. Еще один вариант, это за выслугу лет. Вот я в этом конкретном госпитале работала уже шесть, шесть с половиной лет работаю, и после пяти лет они организовали огромный, шикарный банкет, дали нам личные, небольшие памятные подарки. В красивом отеле организовали банкет, пригласили людей, которые работали пять лет, семь лет, десять лет и так далее, каждого чествовали, отмечали. Кстати, у меня есть видео на канале, кому интересно, тоже посмотрите, как это происходило, и действительно было замечательно. Также даются различные подарки в виде, например, футболок, футболок, которые вы можете одевать в определенные дни на работу вместо вашей юниформы. Я сейчас вам покажу эти футболки, как они выглядят. Вот, например, вот такая футболочка, видите, вот это внизу моя юниформа, логотипы госпиталя, да, всем видно? Вот, беленькая футболочка, тоже вот такая, она более яркая. Есть футболочки с длинным рукавом, и вы их можете надевать в дни работы, в определенные дни, в основном по пятницам, да, вместо вашей юниформы. То есть будет видно, что вы сотрудник, логотип госпиталя и так далее. Также хочу показать вам, например, вот нам подарили вот такие теплые куртки. Вот такая куртка, она очень-очень теплая, очень толстая, на молнии, такая теплая, приятная, с карманчиками. Тоже логотип госпиталя здесь есть, видите? Очень такая хорошая флисовая куртка. Вот, также относительно недавно подарили, то есть это дарит, например, всем сотрудникам этого департмента, да, например, празднуется неделя радиологии, неделя радиологического отделения, и дарит всем сотрудникам вот такие куртки. Вот эта курточка мне очень нравится, я ее даже одеваю иной раз, просто так, вот в обычные дни. Вот, смотрите, здесь она такая вот непромокаемая, а изнутри такой мягенький-мягенький флис. Тоже очень приятная курточка, так что вот так примерно нас отмечают, нашу работу. А еще вот такие подарки, вам, например, вы год уже проработали, и вам помимо баллов посылают уведомления о том, что вот пойдите на веб-сайт и выберите себе подарок, и там перечень подарков. За год работы, например, сережки, что еще, сумка-холодильник, ожерелье, браслеты, ну, на любые темы, или сертификаты многих магазинов. Как-то я взяла подарок магазина Ти-Джи Макс, сертификат, по-моему, на 60 долларов. И я очень люблю этот магазин, просто обожаю. И взяла сертификат магазина Ти-Джи Макс, у меня там еще оставались баллы. Как-то мне на три года прислали уведомление, вот идите на веб-сайт и выберите себе подарок. Я, мне было некогда, я совершенно забыла. Они послали еще одно уведомление, я опять себе не выбрала подарок. И тогда они взяли, сами выбрали подарок и послали мне чемодан, такой симпатичный, хороший чемоданчик. Вот. И я говорю, надо же, я вообще забыла, надо было мне выбрать, а я уже забыла. Вот. Перечень подарков еще раз разный. Например, сейчас у меня тоже накопилось много баллов, потому что я давно этого не делала, не выбирала себе подарок. Там, например, ужин в ресторане, или ночь в отеле в каком-то, да, в гостинице, или сеть отелей, там, клюшки для гольфа, все что угодно. Вы просто вводите количество баллов, которые у вас есть, или диапазон баллов, и вам предлагается, что за эти баллы вы можете получить. А самый мой первый подарок, я заказала набор сковородок тефлоновых. И они такие удачные оказались, не прилипающие, ничего к ним не прилипало, не пригорающие, что я даже посмотрела какой-то бренд и заказала еще и себе, там, и подарила друзьям, потому что они великолепные оказались, эти сковородки. Также они устраивают периодические завтраки, обеды в больнице, ну, ничего особенного, ланчи. Приносят шоколадки, приносят какие-то сладости, угощают мороженым, если у них какое-то такое праздничное событие. Ну, вот так, по мелочам. Вот. Как-то у нас недавно тоже была неделя, уже не помню, то ли ветистера, не помню, честно говоря, друзья, но они играли музыку, можно было подойти в какие-то игры внизу, они такие поставили поиграть. Ну, в общем, на это, конечно, не было времени. Я проходила мимо, но мы так заняты были, то есть на это даже и времени не хватало. Ну, по крайней мере, каким-то образом пытаются отметить. Еще раз говорю, дело в том, что это системы госпиталей, это большая корпорация, но тем не менее, те, кто работают в крупных компаниях, им дают подарки, например, за 5 лет работы, за 10 лет работы. Подарки, еще раз говорю, разные, зависят от того, какого масштаба компания, сколько они зарабатывают, как они ценят своих сотрудников. Везде, конечно, по-разному, но вам я рассказала то, что принято в госпитале, у нас в госпитале. Еще раз, это сеть госпиталей, я работаю в нескольких госпиталях, но это мое основное место работы, вот так нас чествовали и так нас награждали. Вот так, мои дорогие, если вам понравилось видео, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, а также пишите, какие темы вам интересны, и я вам и обязательно освещу эти темы. А я вам желаю всего хорошего, будьте здоровы, будьте счастливы, будьте в безопасности, и пусть у нас у всех будет мир. Всего вам доброго, до новых встреч, пока!